Итак, пожалуйста, профессор Вольганг Айрман, неодевантная терапия. Итак, меня слышно? Я надеюсь, меня слышно прекрасно. Итак, добрый день. Ну что ж, сейчас ситуация очень комфортная. Я могу выступать сидя, понимаете, обычно нужно встать, идти куда-то на трибунку, понимаете, говорить там 45 минут, а то и час. А сидеть это очень удобно, понимаете. Вот я сижу, все вижу, все слышу, понимаете. У меня тогда никогда такого не было, поэтому здесь суперкомфортно. Я очень рад. Итак, мы начинаем. Очень хорошо, большое спасибо. Итак, сегодня, в ближайшие 15-20 минут, мы поговорим с вами о неодевантной терапии, европейский опыт выбора наиболее эффективного варианта. Итак, как я уже вижу из русских слайдов, которые мне предложил Владимир, это не просто история, которую вы видите, это европейская история. Нет, это европейско-российская история. И в этом случае я должен сказать, что Россия являлась очень важной частью Европы в рамках всех этих исследований, потому что очень многие исследования, очень многие новые стратегии, подходы и новые клинические данные и исследования, они, конечно же, абсолютно были под влиянием российской академической науки, под влиянием российских докторов. Поэтому это не со вчерашнего дня. Нет, нет, все это происходит уже в течение более 10 лет, и все чаще и чаще. Мы очень сильное российское науке влияние испытываем. Мы работаем вместе уже около 15 лет. И я думаю, что, наверное, я уже десятый раз в Ленинграде... Ой, простите, это уже теперь Санкт-Петербург, я и забыл. Итак, мы вместе работали в числе европейских исследований. Это было одно из первых исследований по неодеванной терапии с вот таким дизайном. Итак, мы говорили об этом в Соединенных Штатах, мы говорили много об дювантных исследованиях, да, три важных исследования, но никто не говорил об неодеванных вариантах. И в наше время, о чем я сейчас говорю, сейчас я говорю примерно о 2000-м годе. Это дизайн этого исследования был придуман в аэропорте Брюсселя, когда Люка Джанни, Хоси Пасега и я, мы были консультантами Джонсона и Джонсона, они тогда хотели купить герцептин от Дженни Тека, и они искали консультантов, помощь консультативную. Поэтому в какой-то момент, буквально на отправлении из аэропорта Брюсселя, мы взяли попивку и решили обсудить дизайн исследования. Это был 2001 год. Потрясающе. Итак, в конечном итоге у Джонсона ничего не срослось, а Джонатека купил герцептин компания РОЖ, и на самом деле они даже никогда и не были поражены, потому что в конечном итоге вот этот прекрасный вариант тростозума плюс антрациклины, плюс токсаны, мы говорили, о, боже мой, невозможно, невозможно, потому что начиная с первого исследования была выраженная кардиотоксичность. Нет, нет. Поэтому изначально это исследование было планировано, планировано вот примерно таким образом, но сначала мы провели европейское пилотное исследование с антрациклинами, токсанами и комбинацией с герцептином. И мы показали, это исследование уже опубликовано в Clinical Cancer Research, что три цикла на фоне антрациклинов, и вы не вредите пациенту, это не такой сильный вред. И таким образом мы увидели, соответственно, это исследование, 648, и, соответственно, мы, как видите, снижали это до трех циклов и считали, что это приемлемо для пациента. То есть вот эти дизайны вам хорошо знакомы, потому что на самом деле это не только первое неадювантный вариант, да, HER2 положительное исследование, но это единственное практически, которое было одобрено Европейским медицинским агентством, ЭМЕА. Все знают, что такое ЭМЕА? Европейское медицинское агентство. Это фактически европейский регулятор, который одобряет специальный дизайн исследований для клинической практики. И, наверное, уже прошло пять лет или даже больше, и это является стандартом терапии в Европе. Но, тем не менее, это до сих пор релевантность. В этом исследовании было два основных момента. Первое, это было пилетное исследование, да, пилотное, то есть это было до исследования НОА, которое зачем было опубликовано в Clinical Cancer Research примерно в 2002 году. Мне кажется, примерно в это время. Ну, а теперь давайте перейдем к исследованию НОА. Итак, я уже показывал дизайн исследования НОА, вы с ним всем хорошо знакомы. И на самом деле это было очень важно, очень важно, да, что вот эта популяция пациентов в этом исследовании действительно была популяцией с высоким риском. Посмотрите, то есть это была частично отечно-инфильтративная форма, и, как вы видите, очень активно вовлечённость лимфатических узлов. Действительно, так называемая, локально местно распространённая популяция с местно распространённым раком, да. И что мы ещё здесь видим? Мы видим очень насыщенный слайд, конечно же, но я хочу привлечь ваше внимание к основным цифрам. Что мы видим с вами? Итак, сейчас я хочу поделить между двумя морфологическими ответами на терапию. Итак, посмотрите, так называемая BPCR – это не British Petroleum, не PP, нет-нет, это полный патоморфологический ответ в ткани молочной железы, а другой TPCR – это полный патоморфологический ответ в молочной железе и лимфузлах. Итак, вы видите, то есть это грудь плюс лимфатические узлы. То есть, посмотрите, нет больше невовлечённости ни лимфузлов, ни молочной железы, то есть это стандартное определение так называемого полного патоморфологического ответа. Это ППО по-русски. Итак, посмотрите, 43%, 43% мы видим данные по молочной железе плюс лимфузлы, 38%. То есть это означает, что есть 75%, где ещё всё-таки мы находим какие-то опухолевые клетки или какое-то остаточное опухолевое заболевание в лимфузлах. Вы видите, по молочной железе там полный патоморфологический ответ, там больше нету полиоклеток. Но есть этому какая-то причина. Почему? Почему всё-таки остаётся положительность по лимфузлам, и не достигают они полной ремиссии по ним? Это первый момент. Второй момент. Вы видите, общая частота ответа на эту комбинацию, представленную здесь, составила 87%. Понимаете? И это довольно много. Это довольно много достаточно выраженной популяции с выраженным местно распространённым вариантом рака. То есть видите, вот эта популяция с герцептином, без герцептина и HER2 отрицательные. Итак, 42 случая. Смотрите, да? Это более 25% неотёчно-инфломаторных. Далее, 112 во второй группе без отёчно-инфильтративной формы. Смотрите, да? И высокопрогностическая, с высоким риском группа пациентов. Посмотрите, и то, и другое отрицательное. HER2 положительный, но у нас оба рецептора, смотрите, и АПА положительные, и отрицательные по обоим. 35% и 65% соответственно. То есть вы видите варианты этих комбинаций. Всё, в принципе, было хорошо сбалансировано по дизайну. Ну и теперь смотрите, примерно половина пациентов было с N2. То есть это активная вовлечённость повышечных лимфатических узлов. Посмотрите, и псилатеральные, надключичные. Посмотрите, активная вовлечённость. И опять же мы видим, что во всех трёх группах и по этим узлам тоже примерный баланс. То есть группа похожа. Какой уже результат? Итак, в HER2 положительной популяции мы видим 43%. Без герцептина это 23%. То есть это означает, что у нас не достигается полный патологический ответ по груди. Не достигается в случае отсутствия герцептина. Ни по лимфузлам, ни по тканям молочной железы. Но в любой случае, посмотрите, у нас практически происходит удвоение. Удвоение полного патологического ответа, когда мы добавляем герцептин к химиотерапии. Итак, HER2 отрицательная, это была контрольная группа, розовенькая. Вы видите, что уровень полного патологического ответа в контрольной группе продемонстрировался лишь 17%. То есть в конечном итоге, что же это означает? Герцептин действительно является одним из ведущих цитотоксических препаратов, когда мы его комбинируем с химиотерапией. И что мы уже знаем, уже в течение многих лет, с 1998 года мы это знаем, что герцептин в качестве монотерапии имеет общую частоту ответа примерно 35%. Монотерапия герцептином 35%, да? Публикация Чарта Фолдинга, которая показала, что если мы будем оценивать герцептин, то он будет входить в пятерку ведущих цитотоксических препаратов, потому что 35% на фоне моно, понимаете, это гиперответ, это гиперответ. Итак, HER2 положительная популяция, бессобытийная выживаемость. Это достижение высокой статистической значимости, огромное преимущество, то есть 36% по сравнению с 52% по сравнению с группой без герцептина. И далее, переходя к анализу по подгруппам, которые представлены здесь, по бессобытийной выживаемости в частности, и вы видите, что слева это в пользу, а герцептина справа в пользу без герцептина, вы видите, каким образом распределяется данный график. И давайте посмотрим сюда, вот особенно на отечный фильтративный вариант. Посмотрите, я уже показывал вам, там было примерно 30-40 пациентов, да, посмотрите, очень высокая частота ответа, 61 пациент, альтёчно-инфильтративный, это означает, что очень действительно высокий ответ при добавлении герцептина к режиму химиотерапии. То есть в конечном итоге это означает, что группы с высокоагрессивными опухолями имеют наибольшее преимущество, то есть я в данном случае говорю о ХЕР-2 положительных, не эндокриночувствительных вариантах. Ну, здесь перед вами. Всё происходило за те годы в этой области, в ХЕР-2 положительном варианте опухолей. Итак, вы видите, статьи разного года, вот первые публикации пошли, начиная со второго-третьего года. Ну, вы видите, цифры пациентов, конечно же, не очень велики, поэтому однозначно сравнить нельзя. Вот ещё одно исследование проводилось примерно в то же время. Это было EC plus T, plus аксилода, либо токсаны, за которыми исследовали аксилода. Это было исследование ГЕПРКУАТРО, немецкое исследование. Как вы видите, с жёлтым это один горд герцептина, вот здесь, вот здесь вы видите, да, с жёлтым тростозумаб один раз в три недели в течение года. И вот, посмотрите, 31% достигла частота полного патоморфологического ответа. На 10% меньше, да, по сравнению с исследованием NOA, то, что мы увидели. Какова же причина этому? Почему так? И это на самом деле ключевое. Какова же причина, да, почему у нас частота полного патоморфологического ответа в немецком исследовании оказалась меньше? М? Значимо меньше, почти на 10%, потому что в этом исследовании у нас не было централизованного определения ХЕР-2 по ФИШУ или по АХС, понимаете? На исследовании NOA там было централизованное подтвердение статуса ХЕР-2, понимаете? А здесь, так сказать, локально в ЛПУ определяли, в центре в самом. Поэтому сейчас, в наше время, когда мы начинаем исследование, да, вот примерно 25% ХЕР-2 результатов, которые мы получаем локально в ЛПУ, в лабораториях, они ложноположительны. Это на самом деле одна из ключевых точек, которые следует обсуждать в дизайне будущих исследований, будущих вариантов терапии, понимаете? Потому что на самом деле прекрасную работу мы делаем с антителами. Огромный прогресс был достигнут, понимаете? И методология, метология ХЕР-2 положительности, это, конечно же, отстает на 10 лет. Это позади планеты всем, да? И поэтому мы уже сказали это, уже в нашем исследовании 006, да, там обязательно было централизованное подтверждение по фишу статуса ХЕР-2. И дальше мы увидим рекомендации ASCA CAP-2 по ХЕР-2 положительности, по статусу положительности использования фиш-тестирования. Сейчас это будет обязательным требованием, и в ближайшие несколько недель, я уверена, на GCO, в журнале клинической онкологии будет публикация Майка Пресса, который является ведущим патологом BCRG, в те времена так называлось это исследование, и он четко покажет в этой публикации, что метод, который они использовали в 2001 году, во всех исследованиях, включая 006, вполне сравнимо с тем, что требует рекомендации ASCA CAP guidelines. Разницы нет. То есть это подтверждает еще один раз значимость этого. Понимаете, 15-летняя давность, хотя мы до сих пор говорим о том, что 25% у нас ложноположительных. Исследование Альто, то же самое. Понимаете, 25%. 25%. Было 25 ложноположительных по дальнейшей оценке централизованной лаборатории. В некоторых центрах это достигает до 30%. Пожалуйста, придите к вашим патологам и спросите, какие ваши цифры, какая у тебя положительность по HER2 статусу. И он вам скажет, о, я молодец, я молодец, у меня 25% выявляемость. Вы скажите ему, иди обратно к лабораторному столу и пересмотри все свои стекла, потому что все неправда. 16% в среднем плюс-минус парочка процентов. Не более, не более. То есть все остальное, это ложноположительные. Это ложноположительные статусы по HER2. И вы вредите пациентам. Мы действительно, мы вредим экономике, потому что это дорогие препараты. И пациенты получают их не по показаниям. Понимаете, это ложноположительные результаты. А эти пациенты получают герцептин. Понимаете, и это сейчас ключевое во многих регионах мира. Также и в других регионах, даже в частности Германии. Сейчас мы требуем полного контроля, централизованного контроля над статусом HER2. И мы ищем эти возможности. Мы пытаемся выяснить, какова же истинная частота статуса. Итак, сейчас мы переходим в совершенно новую область. Пертузумаб. Итак, что же такое пертузумаб? Пертузумаб – это еще одно антитело, которое связывается с тем же антигеном, но в другом сайте связывания. Пертузумаб находился в лабораториях РОЖ, как исследуемая молекула в Карлсберге. Это находится буквально в нескольких милях от Мюнхена. Там огромный исследовательский центр компании РОЖ. Там две тысячи ученых работают. Две тысячи, представляете, огромные техники, ученые, исследователи. И они показали, что это антитело пертузумаб связывается с совершенно другим центром связывания, вот так вот, вне, с другой стороны, с совершенно другим антигеном, и мы получаем в данном случае другой эффект. Но если мы используем пертузумаб как моно-вариант, то он не работает, не очень хорошо работает. Нет, у нас низкая эффективность получается. Но если мы используем его в комбинации с тростозумабом, то тогда мы блокируем и получаем своего рода двойную блокаду. Двойную блокаду HER2, понимаете, у нас получает ингибирование процесса деморизации. И вот HER2, HER3, вот этот процесс деморизации не происходит. Соответственно, липиды не образуют пары. И у нас супрессируется множественный сигнал HER2, который идет к клеткам опухоли. И вот здесь, с левой стороны, вы видите, каким образом у нас происходит разрушение иммунной системы после того, как клетки метятся. А с правой стороны мы видим, каким образом выглядит домен деморизации HER2 и каким образом пертузумаб блокирует эту деморизацию. Это ключевым является. Данная комбинация суперсильная и очень значимая. И я думаю, что мы будем еще много и интересно работать с этой комбинацией как минимум в ближайшие 5 лет. Как минимум в ближайшие 5 лет. Пока еще эта комбинация не разрешена в России, не зарегистрирована, но будет очень скоро зарегистрирована. Это я вам 100% гарантирую, понимаете. Конечно, это серьезный вопрос финансов, потому что эта дорогая комбинация, система здравоохранения, она существенно страдает от этих дорогих препаратов. В любом случае вы получите это в ваше распоряжение, я уверен. Посмотрите, и ключевое исследование, и Владимир уже показал профессор Семиглазов, посмотрите, это также в данном случае сотрудничество европейских центров с российскими центрами, с российскими учеными. И на самом деле профессор Семиглазов один из ключевых исследователей. Я не смог включиться в это исследование, потому что немецкий институт Пола Эрлиха отказывался использовать это в клинике исследований. Они говорили, нет, надо еще поэкспериментировать с спирту зумовым, давайте посмотрим на вирусы, посмотрим и так далее. Поэтому, так сказать, никакой немецкий центр, к сожалению, не смог включиться в это исследование. Я считаю его суперважным, потому что здесь, смотрите, четыре группы, да, и они дают ответы на многие вопросы, и дают огромное количество информации в результате этого. И вы видите, дизайн, он всем понятен, мы его уже видели, да, в данном случае это будет отвечать на многие вопросы. В частности, что добавляет перту зума в клинической практике, если мы берем его в комбинации с троту зумомом? Вот очень простой вопрос. И ключевой момент, смотрите, это номер три. Номер три, вот. Номер один, понятно, ДОСОТОКСЛ, ТОКСОТОКСЛ плюс ТРОСТОЗУМАП. Это второе, первое и второе. Эти цифры мы все знаем, да, да, да. Второе, ДОСОТОКСЛ, ТРОСТОЗУМАП плюс ПРТОЗУМАП, мы видим это. И, наконец, номер три. И это ключевая информация, это самое важное. Посмотрите, комбинация только из антител, без химиотерапии. ТРОСТОЗУМАП плюс ПРТОЗУМАП, вы видите, на слайде это представлено. Ну и, наконец, справа, розовенькую колоночку, мы видим эту ПРТОЗУМАП в комбинации с ДОСОТОКСЛ. То есть мы получим очень много информации из данного исследования. Итак, ПРТОЗУМАП не слишком много дает ДОСОТОКСЛ, как вы видите. Да, ну, примерно пару процентов добавляет. ДОСОТОКСЛ и ТРОСТОЗУМАП, да, это активная комбинация почти 30%. Первый столбик. Комбинация ПРТОЗУМАП, ТРОСТОЗУМАП с ДОСОТОКСЛ практически удваивает частоту патологического, патоморфологического ответа. Посмотрите, вот, это полный патоморфологический ответ. То есть в конечном итоге мы можем сказать, что ПРТОЗУМАП добавляет примерно 10%. 10% к ТРОСТОЗУМАПу, если мы говорим о патоморфологическом ответе. Это всем понятно? Конечно, понятно. Но самое важное на этом слайде, самое важное, это номер 3, номер 3. Вот эта маленькая беленькая колоночка, да, вот смотрите, только антитела, без всякой химии, и вы только на фоне антител, посмотрите, вы получаете частоту патоморфологического ответа 16,8%, 17% почти, только антитела. Это очень важно, это очень важная информация. Почему? Потому что это может быть в дальнейшем основой то, что будет происходить с этой комбинацией. Что? Она только блокирует дальнейшее каскадирование вниз для того, чтобы провоцировать развитие новых опухолей. Или, что же еще происходит? Посмотрите, активность данной комбинации, она заключается не только в блокировании, каскадировании вниз. В данном случае здесь и иммуногенный фактор, очень серьезный, посмотрите. И мы можем использовать ADCT и измерять цитотоксичность, связанную с антителами. Я думаю, что это будет один из ключевых моментов для тростузумаба. Скорее всего, это будет именно комбинация, которая обеспечит нам хорошие варианты. И опять же, мы видим с вами, что чем выше риск, чем выше риск, вот смотрите, это HER2 положительные варианты и желтая колонка. Мы видим, что эндокрин чувствительный вариант, который мы ожидаем, как и ожидаем, это 30-40% HER2 положительной популяции. И, наконец, гормон нечувствительный. Вот эта группа получит наибольшие преимущества. Итак, сейчас у нас есть... Что у нас? 60% пациентов, да? Мы видим достижение полного патоморфологического ответа. А здесь 63,2. 63,2. Вот так. Была в рамках FDA одна группа, которая опубликовала данные по пациентам в рандомизированных исследованиях по неодевантным вариантам. Потому что неодевантные исследования, они не были слишком популярны в США, как-то вот не хотели, да? Потому что сначала пациентов встречал хирург со флотертыми объятиями, да? И всё. Он говорил ему, «О, здравствуйте, вот для вас пациент, берите его, берите». А потом он уже отправлял к химиотерапевту. Вот вам на химию, понимаете? Это был такой бизнес. То есть сначала была резекция, лимфоденоктомия и так далее, а дальше уже была химия. То есть неодевантный сценарий, неодевантный режим. Это была чисто европейская фишка. Абсолютно европейская, да? И особенно для Германии это характерно. Если вы посмотрите на эти исследования GBG, AGO, понимаете, более 6 тысяч пациентов, посмотрите, вот эти исследования, в которых огромное число пациентов по неодевантному сценарию, посмотрите. И, наконец, этот метаанализ был индуцирован FDA. Они хотели проанализировать эти результаты. И они очень умные написали вывод. То есть на самом деле вы можете увидеть и ваш огромный вклад. Здесь было много европейских пациентов, российских пациентов, благодаря вам. Но сейчас, так сказать, американцы на это внимание не обращают. Они говорят, да, это Европа, что они там? Мы лучшие, мы лучшие. Ну, ладно. И как вы видите, что этот метаанализ, эти исследования показали именно то, что я говорил раньше. В неодевантном сценарии мы видим по полному патоморфологическому ответу. Вот здесь вы видите слева две кривые корреляции между полным патоморфологическим ответом и бессобытийной выживаемостью и общей выживаемостью. Вот смотрите, да? Вы видите, по ХЕР-2 положительному варианту заболевания мы видим полный патоморфологический ответ и тройной отрицательный, триполнегативный, так называемый, темно-серый. Итак, FDA посмотрела на эти результаты, опубликован был метаанализ, и они практически одобрили неодевантный сценарий терапии для пациентов, для ХЕР-2 положительного варианта как стандарт терапии. Это полностью изменило весь сценарий, не только для эндокриночувствительных, понимаете? Потому что в данном случае это не слишком хороший прогностический фактор по достижению высокого уровня полного патоморфологического ответа, а именно тройной отрицательный и ХЕР-2 положительный варианты заболевания. Понимаете? Это огромный шаг вперед, огромный прогресс. Почему? Потому что сейчас мы получаем результаты по неодевантной терапии, мы видим преимущества, которые в этих исследованиях были показаны. Мы получаем результаты буквально через 6 месяцев терапии, понимаете? Мы получаем полный патоморфологический ответ, затем хирург иссякает то, что там осталось после уменьшения опухоли. Дальше мы можем определить, что такое полный патоморфологический ответ, мы можем все это измерить, посчитать и сделать это очень быстро. В одевантных исследованиях это уйдет 5-10 лет, чтобы получить эти результаты. В неодевантных 6 месяцев. Потому что в одевантных не то, чтобы это не контролировано, но в данных сценариях нужно как можно больше времени. То есть в конечном итоге, следующий шаг, и я думаю, что это практически мои последние слайды, которые я показываю. Я хотела рассказать вам два слова об исследовании Кристины. Вы знаете, вот эта красная линия, которая шла с самого начала. Итак, исследование 0-0-6 показало, что не антрациклиновые терапии сейчас в большинстве стран мира являются стандартом терапии. Рекомендации НССА, американские рекомендации, они говорят, восточный курс и западный курс. Западный курс, это был Теннис Лемон и его сотрудники в исследовании ТРИО. И практически мы, ну, мы близкие друзья, да, мы обсуждали это очень активно. А Мемориан Слоун Кеттеринг, то есть восточное побережье, они бились, они бились против ТСЕИЧ, то есть было разногласие между восточным и западным побережьем США. Ну что ж, прошло 10 лет, и это прошло 10 лет с результатов исследования 0-0-6, и в конечном итоге они пришли к тому, что стандарт терапии внеадювантном исследовании Кристины это ТСЕИЧ плюс пертузумаб. Вот он, верхний. То есть это означает, что эти данные являются костяком, основой исследования. И это основано на тех данных, которые были показаны ранее, по неадювантным вариантам, да? То есть на самом деле вы видите, что ТСЕИЧ это 75 плюс карбоплотин. И неосфера ТСЕИЧ было 175 в первом цикле, и затем можно было снижать. Но в исследовании 0-0-7 мы тоже очень четко показали, что нет разницы между ТСЕИЧ 100 и по сравнению с ТСЕИЧ с ТСЕИЧ 75. Результаты просто невероятные, просто невероятные. То есть это вот основа этого исследования. Исследование Кристини. Дизайн представлен здесь. Конечно же, это сравнивается с новым направлением TDM1 плюс П. Это вторая нижняя группа. И вы видите, что это просто зумаба и интенсин. Это коньюгат нацвета токсического препарата с антителом. К сожалению, не так, как это ожидалось, конечно же. Когда они начали проектировать дизайн этого исследования, это было совершенно неожиданно, да? Я считаю, что это будет сравнимое исследование с одной из контрольных групп, то есть нон-онфирия, сравнительное исследование, не с юпирия. Но это показало, что ТСЕИЧ плюс пертузумаб является действительно очень мощной комбинацией и очень сложно заменить ее на что-либо еще. То есть TDM1 – это не кандидат, не кандидат для того, чтобы убрать THP или TCHP с трона лидера, с трона стандарта терапии в неодювантном режиме. И я думаю, что это будет вероятным, стопроцентным кандидатом на ближайшие пять лет. Итак, перед вами исследование Кристини. Итак, вы видите, что это 68 центров, 444 пациента, примерно по 200 с нижним. В каждой группе вы видите дизайн и мы не видим никаких преимуществ для TDM1P. Итак, что еще мы видим здесь? Посмотрите, очень значимых шесть центров в России, которые принимали активнейшее участие в этом очень значимом исследовании. И на прошлой неделе оно было представлено Сары Хоррис из Лос-Анджелеса, это было, опять же, исследование в рамках ТРИО, исследование ТРИО. С российской стороны была Светлана, она не здесь с нами, Светлана Аверьянова, Дмитрий Комов, нет его, случайно нет, Игорь Лиференко, Алексей, Алексей Манихас, он сейчас на операции, все еще на операции, господи, господи, когда же он придет к нам? Ах, он обедает. Ну что ж, отлично, приятного аппетита. Вадим Ширинкин и Даниил Страйковский. Ну что ж, это все то, что я хотел сегодня сказать. Большое спасибо. Итак, это последний стандарт, который используется в России. Большое спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok